По статистике, около 40% детей страдают речевым нарушением или отклонением различной степени тяжести. У 12% населения, включая и взрослых, есть определенные пороки речи. Если в речевом развитии малыша есть поводы для беспокойства, то лучше сходить к специалисту. Также стоит обратить внимание на так называемые сигнальные флажки. Два года, когда у ребенка нет фразы. Три года, когда фраза и словарный запас очень бедны. И этап от четырех до пяти лет. Лучше обращаться в четыре года за звуками, если их много. Если звук один, например, Р, то можно обратиться после пяти лет с одним звуком. И, естественно, если начинаются запинки. То есть в любом возрасте, будь это два года, будь это три года, начинаются запинки, обращаемся и консультация к логопеду. Также сложности, если ребенок плохо пересказывает. Если у ребенка есть проблемы с построением связанной правильной речи, то его нужно показать логопеду в возрасте от трех с половиной до четырех лет. И в этом случае не стоит тянуть. Чем раньше ребенок начнет заниматься со специалистом, тем лучше будет результат. Екатерина Николаевна советует родителям больше внимания уделять и физическому развитию детей. Оно тесно связано с речевым развитием. Сейчас все нейропсихологи об этом говорят. И я воспользуюсь случаем, прям обращая внимание родителей, на физическое развитие детей. Потому что у нас сейчас дети вроде бы как читать умеют, а ловить мяч не умеют, на двух ногах прыгать не умеют, бегать хорошо не умеют, себя контролировать во время бега не умеют. Можно ли исправить дефекты речи самостоятельно? На этот вопрос Екатерина Николаевна отвечает положительно. Можно. Но необходимо понимать причины явлений. Если дело, например, в отсутствии тренировок, то человек сам может повлиять на ситуацию. Но чаще всего для исправления дефектов нужен специалист. Я знаю родителей, которые поставили звук ребенку, но вести его в речь не смогли. Потому что для того, чтобы звук поставить, мы же как считаем? Мы считаем, что звук Р вызывался, и все, ребенок говорит. А это не всегда так. Иногда звук Р вызывается и очень долго автоматизируется. То есть ребенок не может переключиться со звука Р на звук А, например. Бывает так, что нужна комплексная помощь и логопеда, и психолога, и нейропсихолога. Поэтому если человек не обладает знаниями в этой области, то по всем интересующим вопросам лучше обратиться за консультацией к профессионалам.